Сейчас мы продолжим этот разговор на сегодняшний день. Ну а что касается решений, которые принимает наша власть, ожидать от них что-либо в нашу пользу, наверное, не приходится. Слава Богу, что они будут россиянами, а не русскими. А то ведь могло и такое случиться. Александр Амелин, о русских патрулях. Здравствуйте, авторатники. Я являюсь одним институтом создания таких патрулей, которые будут обеспечивать безопасность на улицах наших городов. Всем уже давно известно, что наша полиция не способна обеспечить безопасность для роста граждан. Как я разговаривал с участковым в нефициальной беседе, он сказал, что они могут только ездить на машинах по районам, кушать мамины пирожки и отдыхать в двоих пятерках, шестерках, или на каких машинах им выделяют, чтобы разъезжать по этим районам. Создание таких патрулей необходимо. За это начало года изнасиловано очень много детей. Изнасилованы датчиками, изнасилованы выходцами и теми гражданами, гостями столицы, которые приезжают сюда. Известны факты о том, что на наших пенсионеров, на наших бабушек, дедушек нападают тесовые мигранты, которые не получают зарплату, потому что их выкидывают, потому что они нелегальны и так далее. Они нападают вечером, отбирают у них последнюю пенсию, отбирают последние деньги. И еще один факт, что эти люди остаются живыми. На северо-востоке, я хочу сказать, уже улучшаются ситуации на северо-востоке Москвы. Причем мы договорились с Иисус Четковым и со многими другими людьми, которые тоже обещают наш район. И они, скажем так, адекватно и положительно относятся к нашей инициативе. Уже создаются такие мобильные группы, которые патрулируют неблагоприятные места в районе. Я хочу сказать, что за две недели было достигнуто многое. Появилась, скажем так, благоприятная атмосфера. У нас нету больше алкоголиков, которые присутствуют на детских площадках. У нас не тусуются аптечные наркоманы возле аптек и не пытаются кого-то там на деньги протонуть и так далее. У нас нету бомжей. У нас нету пьяных таджиков, которые после рабочей смены где-то тусуются около подъездов и так далее. И мы, собственно говоря, придем к тому, что мы поможем всем районам Москвы и всем районам других городов создавать такие инициативные патрули. Мы обеспечим безопасность наших граждан. Русские должны обеспечить порядок на всех странах. Мы сейчас не надеемся ни на полицию, ни на какие другие структуры. Собственно говоря, пускай их совесть замучает за вот этих вот девочек, которых изнасиловали, за этих пенсионеров, которых ограбили. А совести у них, собственно говоря, нет. Если полиция не может обеспечить нашу безопасность, то мы ее обеспечим сами. Мы наведем русский порядок на улицах наших городов и обеспечим безопасность. За создание патрулей, за русский порядок. Спасибо.